Добрый день, уважаемые зрители канала. Сегодня все мы находимся, ну многие из нас находимся на не совсем карантине. Это время ограничения социальных контактов. Поэтому есть время поговорить о важных вещах и заняться домашними рукоделием. Сегодня мы поговорим о масках. Очень часто задают вопрос, эффективны ли маски. В средствах массовой информации даже некоторые врачи говорят о том, что маски малоэффективны и в основном это психологический эффект. Давайте попробуем разобраться с тем, так ли это, используя просто бытовую логику. Но, во-первых, когда мы смотрим репортажи о эпидемии коронавируса в Китае, в Италии, в Германии, во Франции, большая часть населения там ходит в масках на улице. Когда председатель КНР Сидзи Пинь был в Ухане со своей делегацией, они все были в масках. Отсюда вопрос, неужели они не разбираются в этом вопросе и не понимают, что маска только психологический эффект. На самом деле это, конечно, не так. Маска эффективна и маска помогает. При обычном разговоре распространение влаги из легких происходит на расстоянии 40-60 сантиметров. Каждый из вас видел зимой, когда мы дышим, на выдохе идет пар. Эта пара как раз сантиметров 40 исчезает. Поэтому расстояние в пределах 1,5-1,5 метров до собеседника вполне безопасно. Как его легко определить? Размах ваших рук – это ваш рост. Поэтому вот это примерно такое расстояние. Вы можете придерживать и знать, что на этом расстоянии вы можете чувствовать себя безопасно. Но при кашле и чихании скорость движения воздуха из легких настолько велика, что распространение капелек слюны и макароты может происходить на расстоянии 5-8 метров. Отойти на такое расстояние невозможно. В наших условиях, тем более, это сделать быстро, когда человек кашляет и чихает неожиданно. Поэтому нужно сделать какую-то преграду на пути движения вот этих влажных частиц. Вот я вам сейчас утрированно покажу, как примерно это происходит при кашле и дыхании. Вот это у нас тут мокрота, а вот это преграда. Вот это вот все в капельках жидкости. Это все капельки слюны и мокроты с вирусом. Итак, как создать преграду на пути движения вирусных частиц? Преграда должна обладать двумя функциями. Первая – она должна задерживать вирусные частицы. Во-вторых, она должна давать нам возможность дышать. Если мы используем, ну как в этом случае, стекло, возьмем вот так. Идеальная преграда. Никогда ничего туда не попадает на салфетку. Салфетка – это как аналог кожи. Но через стекло дышать невозможно. Значит, нам нужно как-то защитить свою кожу, защитить свои дыхательные пути, но при этом сохранить возможность дышать. Самый простой вариант – это использовать маски, которые уже продаются в магазинах. Маски бывают двух-трех слоев с определенной плотностью ткани, обладающих определенной степенью задержки вирусов, частиц мелких и в то же время позволяющие дышать. Маски снабжаются еще такой гибкой пластинкой, чтобы лучше обходить поверхность носа, лучше обжимать лицо. Но в наше время они сейчас в дефиците пока. Будем надеяться, что этот дефицит скоро закончится. Поэтому маску можно сделать самостоятельно, как мы и делали в СССР на дежурствах из обычной марли. Марли использовалась широко, потому что дешевый материал, хорошо очень обрабатывается, автоклавируется и может использоваться многократно. Из чего сделать маску в домашних условиях? Самый простой вариант – это марли. Ну, марли у меня не нашлось, поэтому берем обычный широкий бинт. В любой аптеке он есть. Ширина такого бинта примерно 15 сантиметров, то что нам и нужно для маски. Потому что маска у нас по ГОСТу 15 сантиметров ширина, 18 сантиметров длина. Берем бинт и собираем из него примерно по раздвинутым пальцам, это около 20 сантиметров, собираем вот такую вот многослойную конструкцию. Так как бинт у нас очень прозрачный, то для лучшей задержки частиц капелек необходимо сделать 6-8 слоев. этого вполне достаточно. Ну, давайте посмотрим, как вот этот сложный бинт будет помогать и защищать нашу кожу при действии кашля и чихания со стороны прохожих людей. Мы усложняем ситуацию, делаем все это очень близко, на самом деле это, конечно, расстояние больше. Вот, пожалуйста. Ничего нет на коже, все остается на маске. Часто встречается упоминание о том, что маска должна быть только у больного человека, вот ему она помогает, а здоровому нет. Но, очевидно, что логики здесь вообще никакой. Если маска работает в одну сторону, она точно также работает и в другую сторону. То есть, как она препятствует выходу зараженных частиц при дыхании от больного человека, точно также она препятствует попаданию зараженных частиц извне человеку здоровому. Поэтому маски желательно носить как больным, так и здоровым людям. То есть, это логически все понятно. Следующий вопрос. Как долго носить маску? Дело в том, что больной человек, когда дышит через маску, он создает на внутренней поверхности высокую концентрацию микроорганизмов и через некоторое время, ну, происходит как бы дополнительное самозаражение, условно. Так вот, экспериментально установлено, что это в среднем 2-3 часа. И каждые 2-3 часа больной человек должен маску поменять. Что делать здоровым? Здоровый человек не выдыхает микроорганизма, поэтому микрофлора под маской остается здоровой. Поэтому здоровый человек может носить маску 4-6 часов. То есть, например, рабочий день в офисе может быть в одной маске. Есть определенные условия, при которых маску надо менять. Это влажность. Чем более влажной становится маска, тем хуже она задерживает влажные частицы, которые выделяются при дыхании. Поэтому в условиях физической нагрузки, в условиях высокой температуры окружающей среды, высокой влажности маску необходимо менять так же, как и больным каждые 2-3 часа. Во всех остальных случаях, как я уже говорил, маски вполне хватает на обычные офисные рабочие дни. Можно ли использовать фабричные маски вот такие многократные? В условиях дефицита можно. Как это делать? Очень легкая щадящая стирка любыми моющими средствами, так же, как мы моем руки. Сушка и после сушки прогладить утюжком. Все, микроорганизмов здесь не останется. Лучше, конечно, использовать специально сделанные многоразовые маски, как я рассказывал, с использованием бинта или марли. То есть вот маска такая уже сделана, выглядит вот таким образом. По краю ее лучше обметать, чтобы она не махрилась. Вот вам на день хватит 3-4 таких масок. Вечером постирали, высушили, кутру прогладили утречком и опять у вас на весь день все готово. То есть эти маски вам будут служить 2-3 недели, каждая это минимум. Можно их также обрабатывать, как любые медицинские средства в автоклаве, например, кипячение. Но сухожировой шкаф не очень подходит, потому что марли, конечно, подгорает при высоких температурах. Понятно, что с точки зрения бизнеса выгодно, чтобы каждый человек через 2-3 часа покупал новую маску. Но с точки зрения практических условий, особенно в условиях эпидемии, когда маски в дефиците, гораздо проще сделать многоразовые и использовать их в течение нескольких дней. Это и экономически целесообразно, и с точки зрения эффективности тоже очень хорошо. В интернете очень много роликов о том, как сделать маски из подручных средств, например, из туалетной бумаги, из тряпочных салфеток. Это сделать можно, но так как мы не знаем, какова эффективность этих материалов по задержке микрочастиц, именно микрочастиц, что нам важно при вирусных заболеваниях, то судить об их эффективности, к сожалению, ну никак нельзя. Поэтому, если выбор стоит перед возможностью сделать маску из бинта или тряпочной салфетки, конечно, нужно выбирать проверенный материал, а именно бинт или марм. Пара слов о том, как правильно касаться кожи лица, когда под маской она по каким-либо условиям, ну, зачесалась, раздражение, что-то еще. Ну, вот вам пример. Обжимаем обязательно. Запомните, что вот эта поверхность, это рабочая поверхность, которой вы касаетесь любых предметов вокруг. А вот эта поверхность, это не рабочая, ей ничего не касаемся, кроме вашего лица. То есть вы можете касаться поручней предметов, здороваться, но если где-то появилось желание чуть почесать лицо, делаем это вот этой поверхностью, тыльной стороной ладони. И тогда никакого контакта вирусом с покрытой поверхностью ладони с рабочей стороны не будет. Это будет безопасно. Еще один момент. Для того, чтобы маска работала и психологически облегчала состояние вашей окружающей, вы можете сделать очень простую вещь, взять фломастер и нарисовать вот такую вот улыбку. Так что пробуйте, делайте, здоровья вам!